Печатная машинка, ласточка, флаг дракона, горизонт. Все это название трюков воркаута. Поздравить сочинцев с открытием очередной площадки приехали чемпионы мира. Это помогает популяризировать данный вид спорта, делать его более доступным. Вот люди, проходящие мимо, они просто заходят на нее, начинают тренироваться. Все это абсолютно бесплатно. Это классно. Поздравляю всех сочинцев. Инфраструктуры воркауте, ее много не бывает. Соответственно, чем больше будет площадок жестких, высокотехнологичных, тем больше у ребят будет возможностей для того, чтобы заниматься, развиваться и инвестировать время в что-то полезное, в что-то осязаемое. В Сочи, безусловно, можно приводить пример. А это Александр Рулько, сочинец, победитель десятка соревнований различного уровня. Атлетом Саша стал именно с тех пор, как в городе стали открываться первые воркаут-площадки. Просто дома сидел, ничего не делал, потом гулял, увидел, как занимаются, решил попробовать и затянулось. Площадка в каждом дворе, решил попробовать и все. Высокотехнологичную воркаут-площадку сегодня торжественно открыли всем городом. Красную ленту перерезали мэр Сочи и дети, будущие спортсмены. 92 площадки построены за счет бюджетных денег, городского бюджета. Воркаут-площадки – это новшество, но оно очень нравится нашей молодежи. И надо отдать должное, что больше 15 площадок построено за счет денег наших предпринимателей. Вот мы строим новый сквер, парк, в этом году их будет 20. Ставлю задачу перед каждым строителем, чтобы в этих зонах отдыха обязательно была площадка воркаут. Мы добьемся того, чего хотим добиться. Добьемся улучшения качества жизни наших людей, в первую очередь нашей молодежи. 92 из 115 воркаут-площадок установлены в селах, чтобы спорт был доступен каждому, независимо от места проживания.